Данное видео было полностью снято на смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Подробности в описании под видео. Дамы и господа, приветствую, меня зовут Денис Зайченко. В прошлый раз, когда ваш покорный наносил визит в офис Samsung, ему на съемку представили целую плеяду новинок всех форм и расцветок, от часов до планшета. Естественно, я торопился, я едва успел все снять, но в этот раз все прошло более гладко и спокойно. Один смартфон в шести цветах. Зато какой. Samsung Galaxy S20 FE, он же Fan Edition. И да, говорю сразу, Fan это не в смысле вентилятор. Да, я тоже был разочарован, когда не увидел на корпусе встроенного охлада, активного охлада под игры в летние деньки. Но Fan Edition, если кроме шуток, очень достойно описывает общий подход к аудитории. Если вы ничего не поняли, Fan значит фанат. Это смартфон для молодых и активных пользователей соцсетей, с улучшенным ультрашириком, более широкими рамками и плоским, не заокругленным экраном. Для удобства пользования. S20 FE, большой и увесистый, все-таки 190 грамм. И пластиковый сзади. С одной стороны, премиальность керамики или стекла не заменить, это очевидно. Но для молодых ребят всех половых гендеров, пластик и приятнее на ощупь, и не так скользит, и чиниться не в пример легче. Что особенно актуально для бурлящей молодой крови. Ну и цветовая палитра шире. Значительно. На выбор будет доступно 6 цветов. Все хороши как на подбор, избраны по понтон и вообще пастельная красота. Такую прелесть даже чехлом прятать неохота. Касательно дисплея. Samsung Galaxy S20 FE будет оснащен Super AMOLED-экраном с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2400 на 1080 пикселей. Частота обновления 120 Гц. Фиксированная. Частота опроса 240 Гц. Поддержка HDR10 Plus имеется. Процессор в смартфоне будет флагманский. Либо Snapdragon 865, либо, что более вероятно, в наших краях, Exynos 990. Оперативки 6 ГБ. Постоянность 128. Слот под карты памяти совмещенный. Все стандарты передачи данных будут на своих местах, включая Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Рули оболочки One UI 2.5 на Android 10. В идеале также можно будет ждать поддержку DEX по кабелю, но на момент снятия этого видео информация подтверждена не была. Главный же акцент смартфона касается и камер. Ну я имею ввиду молодежность, активность. Социальный образ жизни. Поэтому вырез под фронталку тоненький и маленький. Ну а сама фронталка 32-мегапиксельная, f2.0, 26-мм эквивалент, сам сенсор большой, а размер пикселя 0,8 микрометра. Так что качество селфи хоть днем, хоть ночью будет шикарное. Ну а в всяком случае железо это обещает. Основных камерных модулей 3. 12-мегапиксельный основной, телефотомодуль на 8 мегапикселей с честным трехкратным оптическим зумом, а также ультраширик 12 мегапикселей на 123 градуса. Поддерживаются в том числе и 8К съемка, и фишки вроде записи звука по Bluetooth микрофону. Правда найти бы хороший Bluetooth микрофон в продаже, а не пользоваться Bluetooth наушниками, где качество не идеальное, скажем так, но все равно фишка есть. По аккумулятору. Ожидайте 4500 мАч с пиковой мощностью зарядки 25 Вт, но блочком на 15 Вт в комплекте. Беспроводной и обратной беспроводной зарядки тоже быть. Казательно цен, мне лично ничего не сказали на момент снятия этого ролика. Но если верить слухам, то цена будет в районе 700 долларов США за стандартную и 800 долларов США за версию с 5G. Касательно набора памяти будет только 6128, насколько мне известно. На этом, пожалуй, все. О комментариях не забудьте написать, считаете ли вы себя молодым человеком, то есть считаете ли вы себя целевой аудиторией этого смартфона. Не забудьте про лайк, подписку и колокольчик шмякните. Уж постарайтесь, пожалуйста. Я вас умоляю. Очень сильно умоляю. Шучу, можете не шмякать, но мне все равно будет приятно, если вы шмякните. С вами были Денис Зайченко и канал RoadNation. До связи.